Всем привет! Это Союз Гир Ньюз. Новости о музыкальном железе, технологиях и обо всем, что с ними связано. Появились новые подробности о грядущем релизе от микрофонов Союз. Речь о новинке 013 Ambisonic. Планируется, что этот микрофон будет использоваться для записи звуков в компьютерных играх, в виртуальной реальности, а также в киноиндустрии. Микрофон 013 Ambisonic относится к первому порядку. Это значит, что он оснащен сразу четырьмя капсулями, которые расположены на равном расстоянии друг от друга и под одинаковым углом. Для работы с этим микрофоном понадобится четырехканальный аудиорекордер или аудиоинтерфейс. Важно отметить, что этот микрофон в первую очередь студийный и предназначен для работы в закрытых помещениях и студиях соответственно. За основу в этом микрофоне взят уже отлично зарекомендовавший себя 013 капсуль Союза. Поэтому на выходе вы гарантированно получите тот самый фирменный звук. И главное, появилась дата старта продаж. 24 июня. Native Instruments запускает обновленную подписку NI-360. По мнению разработчиков, она предложит одну из самых обширных коллекций музыкального программного обеспечения в мире. Подписка включает в себя контент и плагины от Изотоп, Brainworks и Native Instruments. Кроме того, подписка предполагает три тарифа Essentials, Plus и Pro с различным количеством плагинов и контента. В каждый тариф включены синтезатор Massive X, барабанный модуль Battery 4 и Distortion Изотоп Trash. Уточняется, что пользователи NI-360 сохранят все пресеты и настройки, созданные во время пользования подпиской. Пресет, пресет, плагин или плагин. О, кстати, пишите в комментариях, где правильно ставить ударение в этих словах. Стоимость использования NI-360 9 долларов 99 центов в месяц. На Бейонсе и Джей-Зи подали в суд за плагиат. Так музыканты из Da Show Stopos утверждают, что Джей-Зи и Бейонсе копируют их сингл релиза Wiggle в своем треке Break My Soul. Они утверждают, что Бейонсе и Джей-Зи сэмплировали их сингл, включая уникальные фразы, мелодию и аранжировку. Шоу Стопос требует признания своего произведения и денежного возмещения ущерба. А как вы думаете, неужели Джей-Зи, как настоящий гангста, все-таки стырил эту мелодию? Ваши ответы оставляйте в комментариях. Это были Союз Гир Ньюз. Новости, которые всегда звучат качественно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова